Не буду больше отвлекать тебя, товарищ режиссер. Продолжаем гениальную репетицию. Музыку, пожалуйста, им. Эй, дуралей! Эй, дуралей! Это точно больше практики, а то вы так и останетесь в тени своего дядюшки. Давайте, вот берите мой фотоаппарат, только берегите его. Вы полезайте на ферму, сфотографируйте там все. Таких же можно спустить? Ростислав, я не пойму, почему вы такой умный? Если бы можно было спустить, мы бы спустили. Ферму заклинило. Это точно нужно, Зиновий Викентьевич? Ну, конечно. Это, во-первых, нужно для вашего опыта. Вы когда-нибудь захотите выбраться из лабиринта в своей лаборатории? Вы хотите стать настоящим профессионалом, как я? Тогда полезайте. Или вы высоты боитесь? Ну, это смешно. Вы же такой мужественный человек. Полезайте. Ростик, надо слушаться старших. У Зиновия Викентьевича богатый опыт. Покажете класс, Зиновий Викентьевич? Вы вот сейчас на что намекаете? Я, между прочим, я высоты не боюсь. Так я об этом и говорю. Я помню, как вы мужественно вылезали по связанной простыне с балкона второго этажа. Это был очень мужественный поступок. Вы мне жизнь тогда спасли. Вот, знаете, Инга Викторовна, если вы сейчас не ерничаете, конечно, спасибо. Но давайте забудем. Этот мой героический поступок. Кости черепа целы, сломана челюсть. Ногти не повреждены, упала плашмя. Олег Анатольевич. Олег Анатольевич, видите, вон девушка возле директора стоит. Она и займет место погибшей. Ну, вы понимаете, о чем я говорю? Рустик, не лезь в расследование. Не бери дурной пример с Ингей Викторовна. Нет, все-таки кому-то придется лезть наверх и снять там все. Ясно, джентльмены. С вами каша не свалишь. Зиновий Викторович, проследите, пожалуйста, за тем, чтобы тело как можно быстрее доставили ко мне в лабораторию. И давайте уже сюда ваш фотоаппарат. Пожалуйста. Только берегите фотоаппарат, я вас прошу. Страхуйте, Ростислав. Аккуратно. С фотоаппаратом. Внешних повреждений на теле до момента падения с высоты нет, кроме бледных очаговых кровоизлияний в подошву стоп. Девушка упала живой, но без сознания. Травм головы нет. Может быть, это обморок. Соответственно, несчастный случай. Наблюдаются кровоизлияния во внутреннюю оболочку век, похоже на действие токсина. А вы, как обычно, спешите с выводами, Олег Анатольевич. А вы, как обычно, Инга Викторовна, выносите мозг своими придирками. Вынести мозг, Олег Анатольевич, это вот это. Я когда-нибудь с вами такое проделывала? Вот что-то еще или подождете моего официального исключения? Уйдет буквально пара часов. Подай, жду. Под ногтями погибший желудочный сок и частички полупереваренной пищи, предположительно морепродукты. Кровей незначительное количество алкоголя. Романтический уже. Да, судя по состоянию половых органов, мазки на анализе. Да. Так, причина смерти. Множественные переломы таза, нижних конечностей, разрыва мягких тканей и внутренних органов. Но самое интересное вот здесь. Если бы девушка не упала с высоты, она в любом случае умерла бы от полиорганной недостаточности. Какой-то токсин поразил мозг, печень и миокарда. Отравление? Вы сама догадывались, Олег Анатольевич. К сожалению, на токсикологии ничего, поэтому какой-то яд мы пока не знаем. Зато мы знаем, кто занял ее место в труппе. Ее дублерша Анна Ярошенко. Я ее проверю. Да уж, знаете ли, типичный женский способ решать проблемы. Да, Инга Викторовна? Нет, Зиновий Викторович, вот я бы предпочла холодное оружие. Она что, была беременна? Да, был выкидыш две недели назад на сроки до пяти недель. Коллеги сказали, что она ни с кем не встречалась. А может быть не стоит верить на слово коллегам? Может быть стоит еще раз все перепроверить, еще кого-то допросить? Мы вашими виртуозными методами вообще никогда ни до чего не дойдем. Так, Инга, Олег, займитесь каждой своим делом. Все, совещание окончено. Пап, я дома. Привет. Привет. Это ужасно, мне нечего надеть. А что здесь происходит? Ты на встречу выпускников собираешься? А собираюсь на презентацию книги. Я должен выглядеть, как уверенный в себе человек. А это, по-моему, морально устарело. Да нет, почему? Роскошный костюм, совсем новый. Ты его всего один раз надевал. На свадьбу. Издеваешься над отцом? Неблагодарная дочь. Да, костюм тебе новый, надо купить. Но только завтра, ладно? Да, кстати, я тут работаю над вторым томом. Хочу одно место тебе прочитать. Седые волосы покойного, невзирая на молодое лицо, раскиданные по паркету, кричали о том, что труп вел насыщенную жизнь. Хорошо, да? А может быть, еще немножко поработать? Отшлифовать какие-то моменты? Годик-два. Знаешь, сколько лет Фауст Гёте переписывал? Извините, что заставила вас ждать. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Итак, что вы принесли? Любовный роман, фэнтези, календарь огородника. Где я рукопись? Да я, так сказать, на разведку только пока пришла. Посмотреть, вот что издаете, какое качество бумаги. Тут все дело в вас. Чем лучше рукопись, тем качественнее печать. А если вам не понравится то, что я написала, вы не станете меня издавать? У нас еще не было такого, чтобы рукопись нам не понравилась. То есть, даже если автор написал полную чушь, вы ему не отказываете? Не переживайте. Мы рукописи не заворачиваем никогда. В год выпускаем более ста авторов. Так что приносите, платите, напечатайте. Платите. А я, простите, пребывала в твердой уверенности, что это вы будете мне платить за издание романа. Ну или как минимум процент от продаж. Да вы с ума сошли. Мы издательство, а не книжный магазин. Мы просто печатаем книги. А уж как зарабатывать на них, это ваше дело. Только мы к этому не имеем никакого отношения. Валерий! Все мне нужны. Такая трагедия, Идея бедная, Яси. Сюда, пожалуйста. Прямо накануне премьеры. Михаил Германович, мне нужно поговорить с коллегами погибшей. Конечно, прошу, вы не пили. Артём, а можете описать тот день, когда погибла Ярослава? Да всё как обычно. Проснулся, выпил. Чашечку цикорию смену. Хотя нет, вы знаете, я обнаружил, что мёд закончился, пил с сахаром. Ну, если это, конечно, важно для вас. Потом приехал на работу, переоделся, ну вот, собственно и. Здравствуйте. Здравствуйте. Инга Викторовна, а что вы здесь делаете? Как что? Работаю. Вот с Орликином пришла поговорить. С детства мой самый любимый клоун. С детства мой любимый клоун. Скажите, а это, наверное, очень больно, да? Видеть, как на ваших глазах погибает близкий человек. Почему он близкий? Мы с Ясей никогда не были близки. Но если вы хотите что-то узнать личное, тогда поговорите с этим, с Петькой Денисовым. Ну, тот, что Пьеру грустный. А она с ним дружила? Как вам сказать? Не можешь любить. Сиди, дружи. Прошу, что вы необычного заметили в тот день? Знаете, Ярославе все завидовали, а она у нас была лучше. Постоянно гастролировала, и это очень сильно злило Аню. А в чем проявлялась эта злость? Месяц назад кто-то порезал всю Ясину одежду. И в тальк для рук добавил толченое стекло. Она тогда очень сильно поранилась. Мне кажется, это была Аня. Да, узнаю женскую дружбу. Я знаю, кто вам про меня этих гадостей наговорил. Петька, только чья бы корова мычала? Сам он свою партнершу второй раз роняет. Да, я в первый. И твой стариков спросите. Я тут только два года. Так все-таки, как вы думаете, что произошло? Да откуда я знаю? Без понятия. Хрущиха в последнее время очень сильно расстался тело. Понимала, что с такой задницей ей не выступать на сцене. Ну, и пыталась всячески похудеть. Одна диета, вторая даже рвота у себя вызывала. Фу. Противно было с ней жить в одной комнате. Теперь понятно, почему она в коконе могла сознание потерять. Ну, между прочим, у нее были какие-то там проблемы со здоровьем. Жаловалась на головокружение, тошноту. Там спина у нее болела. А вам ведь была выгодна ее смерть? Вы ее подменяли каждый раз, когда у нее были проблемы со здоровьем. Да, подменяла. Ну, я всего добилась благодаря своему таланту, упорству и труду. В отличие от нее. На что вы намекаете? На то, что когда она пришла к нам в цирковой театр, все говорили, что она не пластичная. Ну, пару месяцев вот на этом диване, и она стала супер гибкой. Ага. Ну, вы полиция, вы и разбирайтесь. Мне нужно репетировать свою программу. Позвольте? Да, пожалуйста. Пожалуйста. Инга Викторовна, пожалуйста, вернитесь в бюро и займитесь своими непосредственными делами. Я понимаю, что вам, Зиноя Викентич, гораздо милее меня. Но придется потерпеть. Для осмотра гримерки нужен криминалист. А я хоть и не он, но тоже кое-что знаю и умею. Вы тратите время, я уже там все проверю. Ну, как? Есть понимание, кто и за что мог убить нашу Ясю? Есть. Это тайна следствия Инга Викторовна. Да. Скажите, а вы знали, что ваши артистки выпивают? Как вы их на сцену выпускаете в таком состоянии? Это же риск для жизни. Это невозможно. Я бы этого не допустил. Смотрите сюда. Видите, вот тут на зеркале следы. Они могут появиться только в том случае, если прикоснуться к зеркалу вот так рукой. Чтобы дотянуться вот сюда. Опа. И достать то, что должно быть скрыто от посторонних глаз. Самый яркий мотив был у Анны Дорошенко. Возможности отравления Ярославы было хоть отбавляй. Хотя ее родители подтвердили, что в день генерального прогона она все время была дома. И отец подбросил ее только перед началом выступления. Если это она, то она знала, что Мальвина выпивает и… Так, ты коньяк проверил, который я тебе на экспертизу передала? Да, да. Таксинок нет. На бутылке только отпечатки погибших. И что теперь? Теперь придется все вещи из ее креметки проверить и посмотреть, нет ли там источника отравления. Ну вот. Ты этим и займись. Так это же работа криминалиста. Я не хочу Зинову Викентьевичу подсиживать. Спасибо за Ваше великодушие, Инга Викторовна. Спасибо. Так. Это приказ. Выполнять. Все свободны. Совещание окончено. Игорь Викторовна, я видел, что вы из гримёрки забрали пузырёк. А что в нём? Настойка аконита. Варя страва или туфелька. Вам это говорит о чём-то? Ну, как бы это, наверное, из аптеки за углом? Именно. Идеально при болях в спине, а также при отравлении. Полностью распадается, распадается быстро, не оставляет никаких следов. А алкоголь, принятый накануне, смазал картину при вскрытии и усилил отравление. Ну, теперь остаётся понять, как эта настойка попала в тело Хрущак. Она ж не могла её выпить. Ну, вот это, я думаю, выяснить несложно. Инга Викторовна, вот видео падение Хрущак. Эй, Туролевич! Это видео с генеральной репетицией, куча просмотров, только вот непонятно, кто его выложил. Снято. На телеканала ТВЗ. Ростик, а почему я узнаю об этом пока сейчас? Может быть потому, что он на меня работает, а не на вас? Вот интересно, в тот вечер в программе были гораздо более интересные номера. Пайер-шоу, шоу-программа Воланда. Почему на видео сняли только этот кусок? Вы думаете, что тот, кто снимал, знал, что произойдёт? Если так, то я поехал. Вы в цирковой театр? Подвезти? Инга Викторовна, я вас прошу. После съёмки прессе обычно накрывают поляну. Ну так, чего бы и не поехать. Да и снять нужно было фигню. Записать стендапчик и короткие такие вот сюжеты о всём мероприятиях. Там четыре разных шоу было. Оператор снимает счастливые лица зрителей и всё. Новости о театре, вечернем выпуске новостей. Кто ж знал, что так всё произойдёт. А остальные шоу вы не записали, да? Да. Ну потому что, когда мы приехали, сверху спустили съёмочный план. Как снять, с какого ракурса. Всё до секунды выверено. Сверху? Да, с самого. А почему вы уехали из театра, не дождавшись полиции? Потому что мы работали под вечерний выпуск новостей. Для телевизионщика дедлайн это святое. Я думал, у вас ничего святого нет. А кто вам разрешал размещать видео в сети ещё и с логотипом канала? Ну, как? Тоже сверху. Я расшарил по сайтам. Даже денег немного снял. Понятно, извините. Да, Инга Викторовна. Что значит вы в театре? И кто вам разрешил делать мою работу за меня? Ладно, еду. Увидимся у Степановича. Благодарю. Пока что только удалось вычленить следы Мальвина. Там их больше всего. Послушайте, а может быть она сама отравилась, а? Ну, случайно? Нет. Исключено. Это убийство. О, Инга Викторовна, как там цирковой театр? На гастроли ещё не уехал? Нет, Олег Анатольевич, не уехал. Даже клоуны все остались. Зиновий Викторович, вот у меня серьёзные сомнения по поводу того, что девушка стала бы добровольно заниматься сексом, если она решила покончить с собой. Инга Викторовна, вот с чего вы взяли, что этот акт был добровольным? Да. Из экспертного заключения, джентльмены. Следов насилия нет. Во влагалище следы полиуретановой смазки и следы интимной смазки. Это всё? И ради этого вы выдернули меня со встречи? Олег, успокойся. Нет, не всё. Вот смотрите на эти фотографии. Видите красные ворсинки? На коленях, локтях. А теперь внимание, сложный вопрос. Где в такой недвусмысленной позе, коленно-локтевой, без трико могла находиться девушка. Ничего не напоминает? Вы имеете в виду диван в кабинете директора циркового театра? Да. Он женатый человек. Я знаю, что некоторым это иногда не мешает. К тому же, прямо перед смертью девушка потеряла ребёнка. Мальвина надоела Карабасу-Барабасу, он решил её сменить и взять другую марионетку. Ладно, я займусь этим директором цирка. Я с вами. Степан Степаныч, по-моему, я понял, где Мальвина могла стоять в такой, знаете ли, недвусмысленной позе. Где? На арене. Это, так, гипотеза моя. Я пошёл. Эти презервативы найдены у вас. В их составе полиуретан. Они созданы для людей с аллергией на латекс. И смазка из влагалища Мальвина идентична смазке этих презервативов. Частицы ворса с колен погибшей совпадают с ворсом накидки вашего дивана. И что это доказывает? Я что, один в этом мире пользуюсь такими презервативами? И накидка, она что, уникальна? Тогда расскажите мне про этот телефон. Мы нашли его у вас в столе, если помните. Молчите. Ну что ж, тогда расскажу я. Телефон не затёртый. Пользовались им редко. Только в тех случаях, когда хотели скрыть номер. Я был уверен, что по имени малышка ответит ваша супруга. Но нет. Телефон зазвонил в квартире вашей любовницы. А на телефоне погибшей найдены СМС с угрозами. Достаточно жёсткими. Ладно, ладно. Я всё вам расскажу. Мы с Ясей были любовниками, но я её не убивал. Как бы я смог поднять её на такую высоту? Я человек немолодой. И не очень здоровый. Но ведь вы же гимнаст, пусть даже в прошлом. Вы как минимум знали, как поднять тело девушки на такую высоту. Вы знали, как закрепить его там. Я её любил. Хотел жениться. До того, как она начала вас шантажировать беременностью или после? Что? Вы это серьёзно? Вы удивлены? Ярослава вам не сказала? Ну что ж, от суммы её ребёнка могли быть и не вы. Я даю вам время подумать о семейных ценностях. Несколько месяцев в СИЗО освежат вашу память. Вы задержаны. Заходите. Илана Борисовна? Здравствуйте. Здравствуйте. Я Олег Гончаров. Звонил вам. Присаживайтесь. Благодарю. Чай, кофе? Нет, спасибо. Вы знали Ярославу Хрущак? Впервые слышу. Угу. А даром предвидений обладаете. Должна? Я не знаю. Но я знаю, что вы не только известный застройщик, но и владелец телеканала ТВЗ. И что в этом нового? Вы нервничаете? Нет. С чего бы? Ваш телеканал был на генеральной репетиции в театре и заснял смерть одной акробатки. Ну, это вопросы не ко мне, это к журналистам. Они чуют смерть заранее, как гиены. За это я и плачу им деньги. Это все, что вы можете сказать? Толпа жаждет хлеба и зрелищ. Зрелище в цирковом театре умирает. В прямом и переносном смыслах этого слова. А вашу дальнейшую жажду любопытства удалит мой адвокат. Всего хорошего. И вам. Что у Степановича с телефона? Он его, здравствуйте, с вечера, отключил. Корреспонденты достали. Требует комментариев по поводу виновности директора театра. А у… Вы куда? С репетицией скорая увезла Анну Дорошенко. Это дублер Шамальвины. В какую больницу? Я с вами. Мария Викторовна, прошу вас. Я сам. Ей ни в коем случае нельзя мыть руки. А вы куда? У нас совещание сейчас, между прочим. Какая безответственность. Привет. А вы кто? Твоя совесть. Рассказывай, зачем конкурентку травила. В смысле? Я не понимаю, о чем вы. Анна Викторовна, а как вы нашли это место? Олег Анатольевич, а вы точно у нас следователи учились? Вы же сами сказали, Аня забрала скорая. А скорая куда обычно у нас потерпевших везет? В ближайшую ВСП… Тихо, тихо, не трогай. В данном случае сюда. Ну и что вы сейчас сделаете? А сейчас я пытаюсь установить связь между смертью Ярослава и тем, что Аня тоже попала в больницу. Спина болела? Да, болела. А у Ярослава? И у нее тоже от нагрузки болела спина. Она просила меня втирать на стойку акониты. Ей помогала. А вот и объяснение. Выкидышу, головной боли и тошноте. В смысле? Вы что хотите сказать, что это я ее убила? Я, я ж не знала и… Не знаю, случайно или специально, но ты превысила дозировку. И от этого у Ярослава начались проблемы со здоровьем. Да, но с другой стороны, если бы не знали о последствиях, то не втирали бы это сами себе. Конечно, логично. А у меня вот такой вопрос. Откуда у тебя этот пузырек? Ведь лекарства Ярославы мы нашли у нее в вещах. Ну, у нее несколько было. Она всегда твердила, что спасается только имя. И ты решила взять это волшебное лекарство себе? Да перестаньте, она же ничего не заметила. Вот, вот. Так, отпечатки на пузырьке покойный Хрущак наложены последовательно. Сначала пузырек брала сама Хрущак, потом Анна, потом опять Хрущак. А вот на крышке все эти отпечатки смазаны. Крышку брала чья-то рука в перчатке. И это явно не женская рука. Почему вы думаете, что это не Анна? А рука крупнее. Смотрите. Простите, можно? Олег Анатольевич, там пришел адвокат директора циркового театра. Вы можете поговорить с ним? Степан Степанович звонил, очень просил вас об этом. Да, иди. Сами поймите, зачем моему клиенту убивать свою невесту? Невесту? Развод моего клиента с супругой состоялся за день до смерти Ярослава. Там все написано. Вижу, что и заявление в ЗАГС успели подать. Можно? Да. Утром, в день трагедии. Такое горе. Такое горе. Михаил Германович до сих пор в себя прийти не может. Они с Ярославой так любили друг друга. Ну да, молодцы, молодцы. Хорошо все сделали. Подпись отбили задним числом. Только вы и перехатрили сами себя. На что вы намекаете? Премьера была в субботу, а по субботам не дают заявление о регистрации. Только расписывают. Итого подделка документов и дача ложных показаний. У вас все? Пока все. И откуда такая осведомленность о работе ЗАГСа? Да, было дело. Инга Викторовна, а как вы думаете, один человек мог бы затащить тело под купол цирка? Если это, к примеру, тащила женщину. Можем вместе проверить. Поехали. Вот эта лестница ведет на чердак. Там есть еще один запасной технический вход на верхний помост и сцены. И там же ферма, за которой крепится ткань. И где была Яся? А супруга директора знала о лестнице? Конечно. Они же в молодости с нашим директором на пару акробатничали. Осторожнее, пожалуйста. Вот так всегда. Лестница довольно крутая. Я думаю, что в одиночку поднять тело здесь вряд ли возможно. А если заманили, а потом отравили? У нее не было следов пыли ни на одежде, ни на обуви. А такую Инга Викторовна используют все акробаты. И чтобы они были белоснежными, их меняют перед каждым выступлением. Ну, что скажете, это перчатка убийцы или ее обронили до трагедии? Судя по тому, как немного на ней пыли, уронили ее совсем недавно. Посмотрим, что она мне расскажет. Попался. Инга Викторовна, вы нашли что-нибудь интересное? Кусочек ногтя с лаком. А еще на перчатке я нашла вот это. Синий волос. Я на 99% уверена, что это волос парика Мальвины. Никакого лака у нее на ногтях не было, поэтому эта перчатка убийцы. Да, надо поговорить с женой директора цирка. Обманутые жены бывают очень мстительны. Свидетели говорят, что вы были в день премьеры в цирковом театре. И судя по вашему взбешенному виду, вы уже знали, что может крутить интрижку на стороне. Вы можете это доказать? Ольга Владимировна, мы пробили ваш номер телефона. Именно с него на телефон жертвы приходили смс-ки с угрозами. Да, я угрожала. Но если убивать всех, кого Мишка тащит в постель. То есть вы угрожали, не имея дурных намерений? Когда вы отдадите мужчине все? Время, карьеру, молодость, красоту? Вот тогда поговорим. Это не мой случай, точно. Можно на ваши руки взглянуть? Благодарю вас. А давно вы ногти наращиваете? Лет пять. А это запрещено? Спасибо вам большое, вы свободны. Идите, идите. А вам я сейчас все объясню. Это не она. Чего вы взяли? В перчатках обычный прозрачный лак. А у нее гель. Ну, значит, нам нужно искать всех, кто имел доступ к перчаткам и делал себе этот гель. Всего лишь каких-то пятьдесят девушек. Ну, у нас есть мачо. А Ростислав Зайцев? Хорошая идея. Ох, Инга Викторовна, вы хоть когда-нибудь отдыхаете? Беспокоитесь обо мне? Это очень приятно. Трихофитоном рубрум. Осколок ногтя из перчатки заражен грибком, а не хомякоз. Поэтому ноготь от удара так легко раскрошился. А это как-то внешне проявляется? Да, руки пахнут, потеют, ногти покорежены. Кажется, я знаю, кто это затеял. И у него на руках не только грибок, но и смерть хрущак. Как дела, фотограф? Все руки снял? Намучился я с ними. Эти артисты такие капризные. Ну, это понятно. А с перчатками что? Все перчатки, которые удалось найти и опознать, упакованы и подписаны. Сейчас буду сливать фотографии рук трупа в компьютер. Не скучная нам предстоит ночка. Всем здрасте. Здорово. О! Давно ждете? Иван Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Да нет, только подошел. Такой вопрос. Вы всех и все знаете в театре. Расскажите-ка мне про несчастные случаи, особенно про те моменты, где участвовал Петр. Ага. Ну, был случай. Не удержал девочку. Он тогда еще мелкий был, лет 15. Девочка жива осталась. Ну, покалечила ее на карьере Крест. Жаль. Целеустремленная была, одаренная. А Петра осудили? Ну, нет. Списали на несчастный случай. Списали? По правде говоря, там была вина Михаила Германовича, директора нашего. Он же их был худрук. А Петька тогда, тогда уж нерешительный был. Замешкался, испугался и выронил корнежу. Ага. Иван Иванович, а что это за акции протеста висят по всей общаге? А, снести хотят. Ведь это ж наш дом. Да я в этом общежитии, я, считай, всю свою жизнь прожил. А сколько сюда, к знаменитых артистам заезжало. Ой, мы уж и заявление в прокуратуру писали, да, бездолгу. Наш директор до сих пор борется. Да. Ему же нельзя артистов без жилья оставлять, они вмиг разбегутся. Ну да, ну да. А что строить-то собираются? Торговый центр. Вот, отхапывает земелька-то. А после того, что было, кто ж убийцу слушать-то будет? Вот так. Ну да. Ладно, Иван Иванович, спасибо большое. Да. Все, будьте здоровы. Всего хорошего. Ну что? Илана Оставинских, владелец отстройфирмы. Давно охотится за землей, которая находится в центре. А цирковая общага как раз-таки попадает под ее планы. А я считаю, что убийца Пьеро. Грибок из его перчатки совпадает с грибком с места преступления. Технический люк, грибок, акробатика, все сходится. ДНК Пьеро совпадает с ДНК обломка ногтя. Анализ делается. Хотя я уверена. Сама уверенность, я смотрю, Инга Викторовна. Так, ну, все, все, остынь. Вы успокоились и… Инга, иди работай. Ты ее убил, свечешь? Хотите водички? Давайте я схожу принесу. Какая водичка? Вы с ума сошли? Я никого не убивал. Знаете, какая страшная вещь – это отравление конитом. Человека парализует, но он находится в сознании. Он понимает все, что с ним происходит, слышит, видит. Когда вы Ярославу сбрасывали с высоты, она была жива. Она осознавала все, что с ней происходит. Это очень, очень страшная смерть. Это не может быть. Она была уже мертва. Так. С этого места поподробней. Я… Я любила еще. Я искренне ее любил. А эта сука… А мы с Мишкой летим в гуляцию отдыхать? А я тебя поздравляю. За это, наверное, надо выпить. Вы же никого похожи. Это очень красиво. Это очень красиво. Ой, успеть бы проветриться. Скоро на стену. Петечка, ты знаешь, ты мой самый лучший друг. Так тебя люблю. Это же была не твоя идея, правда? Не важно. Асю убил я. Фотки тебе кто прислал? Мне узнать это несколько минут. Но тебе лучше самому признаться. Имя! Это Илана. А, Илана Борисовна, почему-то я не удивлен. Умеет она чужими руками жар загребать. Ты думаешь, она о тебе беспокоилась? Да как бы не так. Она просто положила глаз на землю, которая принадлежит цирку. А ваш директор, Качанов, я ей сильно мешал в этом. Я вас прошу, прекратите, пожалуйста. Она вот этими ручками твоими и убрала его. Хорошо, разве? Хотите воды? Сходить? Ну, я вам все расскажу. Тихо, тихо, осторожно. Поворачивай. Так, соберись. Она все равно тебя не любила. Так, тихо, 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 тихо. Ай! Попажи. Сейчас. Секунду. Ой, нормально все. Давай, нехотя. Съеду. Музыку, пожалуйста. Доставим. Значит, у вас есть все основания арестовать ее как соучастницу. Да, группа уже выехала. Отличный робот, Алик Анатольевич. Я знаю. Алик Анатольевич. Сынкинг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok